Речь идет о том, что на настоящий момент в России установлено много антирекологов. Ну, одно из них, например, известная голубая фишка «Газпром», которая при чистой прибыли превосходящей 40 миллиардов, ее капитализация там миллиардом 80 миллиардов. То есть вся фирма стоит столько же, сколько ее двухлетняя прибыль. Это очень странно. У нас один из самых падающих рынков в мире настоящего мира, в том условии, что все остальное росло. При достаточно высоких темпах промышленного производства, при необычно высоких ценах на нефть, при необычно высоких комодис и всем прочим, наш фондовый рынок показывает чрезвычайно низкие показатели. Ну, здесь есть два объяснения. Первое объяснение – это заговор врагов, конечно. Враги делают следующим образом – американский рынок растет, поэтому все входят на американский рынок, а нашему российскому, такому замечательному, привлекательному рынку денег совершенно не достается. Это первое объяснение. Второе объяснение – оно говорит, что на самом деле нынешнее состояние фондового рынка отражает реальное состояние России. Что реальное состояние России, оно на самом деле гораздо хуже, чем мы можем себе это представить. Я разделяю эту вторую точку зрения. Я считаю, что особенности национального ведения дел вкупе с западными представлениями о банках привели к тому, что на самом деле российская финансовая система или банковская система мертва. Она давно уже мертва. Мертва по разных схемах, а в центре ее лежит зловонный, разлагающийся труп банка ВТБ. Вот такой вот он лежит посередине экономики – это второй банк, второй по размерам государственный, он лежит посередине сети экономики, и он тоже мертв. И все вот это мертво. Почему могут спросить, как там, выдаются кредиты, люди стоят за ними, что-либо еще происходит. Надо понять, откуда у банков берутся деньги и что такое деньги у банков. Некоторые думают, что когда дают кредит предприятию деньги в долг или частному человеку, это те деньги, которые у банка есть. Это на самом деле не так. Это деньги, которых у банка в ни в коем случае нет. Оказывается, наоборот, деньги возникают из долгов. Но в самом деле, если я хочу взять у банка кредит, это означает, что, скажем, на миллион рублей, миллион рублей банк записывает мне. Как будто я должен. Сколько он под это резервирует собственных средств? А 100 тысяч рублей всего. То есть 90% этих средств – это те деньги, которые берутся из воздуха. Просто это записи на счетах. Вот так она устроена ситуация. Это надо твердо понимать, что любой банк всегда дает те деньги, которых у него нет. И если я не буду платить этой кредитой, что должно быть по законодательству? По законодательству должно быть, что банк должен зарезервировать под меня уже не десятую часть, а всю сумму, то есть весь миллион со всеми миллион процентами. То есть это те деньги, которые он потеряет. И, казалось бы, нормальная банковская система так и должна работать. Она выдает кредиты. Те кредиты, которые не погашаются, она резервирует под них средства. То есть расплачиваются, грубо говоря, своими собственными деньгами. Вот так и существует международная финансовая система. Но, разумеется, в России все не так. В России есть собственный ноу-хау. То есть, мы знаем как, новые технологии. У них есть в самом деле розничные банки. Розничные банки выдают подрученные высокие проценты, порядка 20% годовых, кредиты, физические лица. Ну, что происходит, если человек эти кредиты не возвращает? Ну, банк должен вкладывать на всю эту сумму собственные деньги. Но этих денег у него совершенно нет. Как он поступает в этой ситуации? А у него есть определенные деньги, то есть определенная сумма, которую любой розничный банк обязан платить соответствующим контролирующим организациям Центральной банки. Вместо того, чтобы выполнять требования банков по закону, он каждый месяц и каждый год от них откупается некой эффективной суммы, которые идут в команду, грубо говоря, определенного рода простым человеком Центрального банка и кому-то там еще организующихся ситуаций. Он, на самом деле, поэтому эти деньги ни в коем случае не резервирует ни под что. Он эти средства переоформляет, скажем, на каких-то других количеств, так называемых коллекторов. Коллекторы нашей действительности – это не те, которые вышибают деньги из должников, это мы должны твердо понимать. Это такие специальные организации, которые позволяют банкам не резервировать средства в случае продажи, в случае просрочки их заремщиками. То есть ты перекидываешь этот долг на коллектор, тебе становится должен уже как бы таким образом коллектор. И ты делаешь вид, что тебе вот эти 900 тысяч из моего кредита, которые я банку не возвращаю, резервировать ни в коем случае не нужно, не надо. В результате вся просрочная задолженность, которую показывают наши банки, она небольшая, она эффективная. Просрочная задолженность гораздо-гораздо еще больше. Кроме того, в банковской системе существует другая практика. Я могу выдавать таким образом кредит своим поставным людям, как делал Межпромбанк Пугачева. Спокойно уехал на запад и живет там счастливо. И беспроблемно, сколько-то. Вот выдал 200 по специальным эффективным фирмам, офшорам всевозможным, кредит. По определению вот этих денег, я уже повторяю, у которых банки нет. На очень лакомых условиях этот кредит считается действующим. То есть является активами нашего банка. Вот этого Межпромбанка. И вся система, все рыночные банки абсолютно. Практически, я думаю, никто настоящий, наверное, честно не работает. На тех самых правилах, когда ты берешь, резервируешь под любую просрочку сто процентов долларов. Вместо этого люди предпочитают платить фиксированные деньги в карман нужному водорегулятору. Это приводит к тому, что вся банковская система страны, вся финансовая, в настоящее время долга и неизлечимо больна. Когда она долбанется, этого никто не знает. Сколько она будет находиться вот в таком полумертвом состоянии? Год, два, несколько месяцев. Но это обязательно, то есть наша общая практика. А на западе разно-питане, что это точно так же? Знаешь, как ни странно, не так. Масштабы совершенно нигде. У них есть своя проблема, у них состоит, что банки между друг другом дают друг другу долг, вот это деривативы так называемые, дают друг другу долг, потом качество обеспечения делают деривативы, не пропускаются деривативы, деривативы, все это есть. Но это не является системой прямого мошенничества, какое сложилось у нас в банковской среде. У нас ситуация настоящая, ситуация прямого мошенничества. Вот известный банкир Ребегев говорит, что из страны каким-то образом, за помощью эффективных кредитов, всяким кредитам, всяким кредитам и всякого прочего, вывели за последние годы порядка 200 миллиардов долларов. Вот это деньги, которые куда-то и исчезли. Поэтому состояние фонда у рынка, вот только что же недавно было вот это замечательное событие, банк отечественных десятков, по-моему, Росбанк, да, называется, я уже забыл. У него был Голубков, этот профессиональный управления, он попался на взятки, просто попался на взятки, вот это шло, по-моему, полутора миллионов евро. Он что сделал? Он за счет продления кредита на более выгодных условиях, предпринимателя, то есть глава правления, да, банка, который является точкой соседей, инженерал, инженерал как всегда сосед, как говорится, сосед или инженерал, сосед. Вот. Он взял с ним взятку, то есть это человек, который имеет прямые финансовые интересы в этом банке, является топ-менеджером, и его ситуация, как он поступил, не является исключением, а это является нормальной практикой для любого нашего банка. Именно поэтому после 2008 году подавляющее большинство иностранных банков с российского рынка ушел, сейчас их нет. Остался, по-моему, вайфайзинг для соседей инженерал. Хоум-кредит. Так а что они не пытаются зарабатывать, честно, через бонусы? Так, на Западе? Ну, банки играют. Ну, вот, не долгая практика, не вот люди. Ну, сами банки занимаются мошенничеством, ты понимаешь? Ну, бонусы же у них огромные, бонусы, сбербанки там какие-то. Ну, вот, в нашей ситуации это не так. В нашей ситуации это не так. Ему интересно было зарабатывать на взятки. Потому что его банк, по сути, сам по себе, это по большому счету фальшивка. Такая же фальшивка, как и все остальные банки. Как и все остальные розничные банки. Хоум-кредит, ОТП какой-нибудь, там еще чего-то. Это не видно, что банки банкротятся. Если вот так, как ты рассказываешь, то все места, то банки бы один за другим лопали. А они не банкротятся, а как раз именно поэтому они не банкротятся. Потому что... Как они на плаву-то оказываются? А как они могут сделать ситуацию? Рано или поздно же это же ситуация в тупик заводящихся. Поздно или рано она будет заведена в тупик. Но это не видно в настоящий момент. Ты пойми, что когда у тебя есть в балансе громадная дыра, ты можешь ее закрыть каким-то образом. Но как произошло с этим, с ВТБ банком и Банком Москва? Игорь, а если потом банки создадут коллекторы, которые будут выдавать деньги у коллекторов, а потом коллекторы, которые будут выдавать деньги у коллекторов? Это невозможно. Это невозможно. Нет, они конечно создадут, но если в смысле фиксированные мартышки, да? Это, понимаете, способы барбы вот с такой, с плохими активами, да, с посилами, с этими банками, они есть. Наиболее апробированно это был Япония. Япония, что произошло? У них большое количество кредитов выдувалось под предвещение недвижимости. Это был знаменитый пузырь 80-90-х годов, когда земля, которая находилась под дворцом Японского императора, стоила больше, чем из штата Калифорния в Америке. Такая вот у них была ситуация. Что они сделали потом? Разумеется, когда она начала валиться, эта недвижимость, все банки должны были банкротиться. Потому что эта штука, вся эта земля, вся недвижимость была у них в качестве залогов. Раз она у тебя приоценилась, ты должен из своего кармана доложить эту сумму, да? То есть у тебя квартира стоила миллион, а стала рабора стоить сто тысяч, вот эта квартира. То тогда что получилось? Получилось, что ты по законодательству должен 900 тысяч доложить из своего кармана этот банк. И заставить своего пропорта. Человека, который брал у тебя долг, ты долг прибит, то его тоже доложить таким образом. Ну, надо было так поступить. Такая вот грустная у нас история получается. А сделали они? Слушай, а в какой-нибудь там критический момент, Путин с Медведевым в очередной раз после банковской системы, ну, там фонд-то вложит и все. Ну, уже, наверное, уже... Вообще-то есть обязанность Центробанка, все банки контролировать. Да, да. Центробанк этим реально не занимается. Реально вопрос на сегодняшний день решается заносом фиксированной суммы от любого рыночного банка конкретным людям Центробанка. Она не решается этим. И на это он на них закрывает глаза. Вот так у нас работает система. То есть Центробанк, особенно после убийства Козлова, перестал... Откуда такие сведения-то интересные? Ну, в основном из Лебедева, из других источников. Просто ты говоришь о каких-то вещах, которые, ну, требуют доказательств каких-то мерками. Ну, вот это не менее. Значит, так вопрос... Хотя рассуждение понятно, но для того, чтобы эта ситуация была в тупике, надо же это доказательство, что ли? Да. По поводу Японии. Что это сделать? Тогда они сказали, а давайте запретим-ка во всей нашей Японии продажу недвижимости и земли. А вместо этого введем другую норму, которая будет называться аренда на 99 лет. То есть ты теперь не можешь продать, а ты можешь сдать другому аренду на 99 лет. Этого разницы нет никакой. Ну, что это позволяет? Это позволяет спасти активы банков от приоценки. И ты труп, мертвую банковскую систему, делаешь вид, что она живая. Чем Япония за это заплатила? А двадцатью годами стагнация непрямая. Но они вот такую штуку сделали. В нашей ситуации, я полагаю, это невозможно. Потому что мы имеем дело с прямым хищением и выводом большого количества денег из банков. Реально на Запад, а не с какими-то их внутренними проблемами, связанными с пузырем на рынке недвижимости. У нас все гораздо хуже на сегодняшнем. Ну вот, то есть вот я такую позицию вот эту свою высказываю. То есть у нас главные управляющие органы всевозможные, они свои обязанности не выполняют. Так как у нас везде милиция – это тот, кто берет взятки с преступником, чтобы их не посадили. Адвокат – это тот, через которого подсудимый дает взятку судье. Банковские регуляторы – это тот, кто с этого дела помнится, нифига его не регулируется. Таможенник – это тот, который берет взятку на привлечение товара сейчас от контрабандистов. Все это похоже на заказную чернуху. Да. Это и есть заказная чернуха. Что в этой системе, насколько она живая и здорова, я не знаю. Вот именно. Ситуация с ВТП, когда они купили, ну, за большие деньги, некоторые говорят, чушь из 20 миллиардов евро. Это Банк Москвы, в котором оказалась дырка глубиной в 15 миллиардов. Да? Всевозможные. Показывает, что наша ситуация, она вполне нормальная. Кто позволил? Как? Почему не проверили? Почему за такие большие деньги купили? Интересно, каких лиц это произошло? Как? Бородин себя великоявно чувствует в этом… в Лондоне. Не, ну, есть же и другие истории, не с банками. Вот Роснефть, говорят, что рыночная цена была 9 миллиардов, а купили за 13. Да. То есть 4 миллиарда типа Роснефть. Не Роснефть, ты хочешь сказать, а Сибирь. 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 Ну, что там покупали? Последняя огромная это сделка. Последняя там сумма была больше гораздо. Это… Я считаю, что у нашей колониальной администрации есть решение на этот случай. Таким образом, мы просто платим дань захода. Я не знаю, я боюсь, что это не так немножко. Действительно, существует такая опасность. Говорят, что скоро будет в Европе действовать определенного уровня законодательства, которое все коррупционные деньги, которые у них будут обнаружены, будут защищать и в общий бюджет Евросоюза. Ну, естественно, рост их ограбит. Вот тогда наши действительно ограбят. Кто-то одинаковый. Так это возможно? Это вполне возможно, что ситуация получится. Но нынешняя ситуация, когда банки мертвы, когда они занимаются, просто говоря, мошенничеством, когда они скрывают реальный объем кредитерской задолженности… Это же о мошенничестве легко обнаруживается. Чем же занимается регулирующий окон? Регулирующий окон, получается, фиксированную взятку каждый месяц. И это тоже легко обнаруживается, что регулирующий окон… Да все обнаруживается легко, но у нас система коррупционная. Ну как, а мухлёж на выборах у нас тоже легко обнаруживают, все его знают. Ну, я говорю, все, что ты говоришь, это похоже на заказную чернуху. Есть общее рассуждение правдоподобное, а так это на самом деле нет… Ну, может быть, заказная чернуха. Я просто пытаюсь описывать, как мне она видится из глубин моей черной души. Это самая ситуация, которая сложилась, наверное, на рынке. Ну, бывший зам пред ЦБ, Улюкаев, он признал, да, ЦБ знал, ЦБ знал, ЦБ РФ, знал о вывозе 200 млрд. Да, Игнатий сказал, что зам пред, не зам пред, а сам пред. Уже бывшие несколько дней. Бывшие, да, да. Все создано единой организованной группой. Представьте себе ситуацию, когда человек, один из крупнейших банкиров. Один из… Тоже национальный в стране… Самый главный. Говорит про некую организованную группу. Из кого же состоял на этой организованной группе? Это, как известный анекдот, грешник останавливает машину, и вот парень спрашивает, ну, кто там был? Вы говорите, я не знаю, кто там был, но Брежнев у него водителем. Ну, вот здесь примерно так. Да, это… Ну, насчет того, что мертвобанковская система, конечно, наверное, не стоит так? Нет, именно мертва. Просто, в буквальном смысле, мертва. Просто, вот, как мертвей мертвых. Ну, просто реально. Ну, я говорю еще, это же требует проверки, как бы, с каких-то цифр требует… Ну, а чего? А ситуация, конечно, по сотням банков, которые… Да нет, ну, какие-то отдельные случаи есть, конечно. Ну, ВТБ, ну, какой-то… Вообще-то, такие же случаи были и на Западе, там, «Лимон Бразерс» рухнул, да, там… Нет, я сейчас за ними подсадиваю, как это работает. И даже этот «Бэнк оф Америка» и там… «Хоум-кредит» или что-то еще. То есть «Итибанк» и прочие. Все находились в ситуации… Самое обидное, что они ведь даже на своих просвоченных чуваков, которым просвочили задолженность кредита, они в суд не подают. И знаете, почему они не подают в суд? Потому что тогда им надо все объем резервирования показать. Все сто процентов взять и положить. Суд подали и сами заплатили сто процентов. А так они делают вещь, что тебе он что-то платит, с ним ведутся переговоры, что для себя его обязательства и так далее. Они занимаются просто обычным мухрюжом. Банки. Они в суд даже не подают. Поверьте, если следует твоей логике, то наши банки ведут в страну просто к страну к краху. Да, да, да. Это же странно. Буквально в смысле ведут страну к краху. Почему не может быть-то такого? Буквально в смысле ведут страну к краху. Потому что тогда правители, которые сейчас наверху не справились. Фактически они должны… Не справились, и они это уже понимают. Они уже это понимают. Я утверждаю, что верхушкой Путина и Медведев на сегодняшний день общая ситуация в стране не имеет ситуацию в стране. Они ее понимают. Причем как бы бездоказательное. Правдоподобное, но бездоказательное. Почему бездоказательное? Ну, потому что Игорь рассказывает некую правдоподобную версию того, как, наверное, устроены наши банки. Бывший председатель ЦБ признается, что, значит, из Российской Федерации были вывезены, значит, эти десяти миллиардов. Но это же имеется в виду разный образ вывезены. Кто-то свои деньги… Нет, организованы, что незаконным, нет, незаконным образом там и называется… Ну, по-вашему, что такое незаконный образ вывезти? В чемоданах, что ли, вывезли? Как? Просто? А дальше вопросы, те, которые вы задаете, они вообще должны задаваться в любом обществе. Но эти вопросы не стали задаваться. То есть, вот он сказал вот эти три предложения. Вот, так сказать, десять предложений кто-то пообсуждал, а на том тематика закрылась. Вот и все. Нет, ну так можно же на самом деле. Да, я совершенно не понимаю, что это дело. Да, вот, отвечаю. Америку не надо предъявить иск за то, что они эти доллары печатают. Почему? Почему здесь Америка? Ну, они печатают доллары из воздуха. Они практически присваивают себе валовый продукт всех стран мира. А тебя инфляция, что при этом растет инфляция? А? Потому что инфляция растет у нас. Но они экспортируют инфляцию? Ситуация в них там с таким образом. У них идет тоже свертывание кредитования. И они вот эти самые кредитные деньги, под одну девятую, которые у них, не под одну десятую, как у нас, они эти самые кредитные деньги заменяют своими настоящими деньгами. Их печатают, поэтому они удерживают экономику, но инфляция нет. Еще раз говорю. Они печатают деньги внешние. У них есть внутренние деньги и внешние. Внешние деньги они печатают. Нам всем раздают. Вот странно. Вот они печатают доллары, а почему-то рубль слабеет. Все плохо в нашей экономике. Это не то. Еще раз говорю, что они экспортируют инфляцию в нашу страну. Инфляция происходит не у них в стране, а у нас. Хорошо. Саша, как ты считаешь? Доллар, он один. Доллары внутренние и внешние. Почему не техасская нефть стоит, сейчас, по-моему, 93, а... А Урлс и Брэн по-другому. Почему? Объясните. Это другая песня. Объясните, мне интересно просто. Это яркий пример того, почему как бы доллары разные. Ты выступаешь, как наши ребята. Говорят, а у вас рубка пришла, вас 200 млрд вывезли. А он говорит, а все это Америка виновата. Виновата Америка. Нет, нет. Я просто имею в виду, что как бы ту систему, о которой ты рассказываешь, она не является как бы какой-то спецификой российской. Не является она. Все научились как бы деньги сделать из логи. Каждый как умеет. Ты абсолютно прав. Как бы так сказал, в России это происходит с особым цинизмом. Нет, Саша, подожди, что ты отрицаешь, что Америка печатает доллары просто? Печатает и что? Понимаете, что дело в чем находится? Не обеспеченные. Сейчас, подождите. Что значит обеспеченные деньги? Да, да. Вот, во-первых, да. Вот за каждым словом эта речь идет о вообще, как это, не макро даже экономике, а гига или как там экономика мировая. И там несколько другие понятия. Да. И почему, значит, весь мир с этим соглашается? Да. Понимаете? Вы с этим соглашаетесь? Да. Потому что Америка сил. Вот, да. Почему? Потому что вам это выгодно. Вас это устраивает. Почему? Когда ты не согласился, а где теперь когда? Так где же он не согласился-то? У него на счетах была одна валюта. Ранее 20 миллиардов. Чем он там не согласился-то? Нефть свою родную. Угу. Нефть. А что 50 лет его терпели? Нет. Ребята, на самом деле вы забываете силу системы. Если с вас вкладывается какая-то система, ее уже сломить сложно. Хорошо. Нет. Я не говорю о Америке. Значит, смотрите. По общей ситуации. Можно просто я реплику скажу, что то, что говорили, что там Америка, значит, разные доллары у них нет, И вот эти программы... Это я сейчас... Можно отвечу на этот вопрос просто? Что те программы количественного смягчения, так называемые Q1, Q2, Q3, значит, они проводились, да. Эти деньги, значит, да, они в конечном итоге, значит, Центробанк Соединенных Штатов Америки якобы их выделил, но на самом деле эти деньги, они не пошли так, знаете, как с вертолета выбросили. Они, эти все деньги, остались так фактически на балансе ФРС, в другой графе. То есть это то, что вы... Сейчас, можно скажу? Катафи живет в Америке. Я не про Катафи, говорю про Катафи. А там показали какую-то там куклу? Катафи живет в Америке. Ну, нет, не интересно. Противоречит его теория, знаете, не интересно. Противоречит теория. У вас получается штат, что в Америке печатает деньги, потому что она супер добрая страна. Она хочет, чтобы... Она не печатает деньги, это бред. Не надо повторять бред. Слово печатает деньги, это не означает, что бумажки берет, она и печатает. Она означает, что берет цифру в компьютере и высвечивает. Захотел от... Это бред. Как бред? Как поступают... Подожди. Видите, как деньги на рынок поступают? Они скупают долги. Фредди Мэк и там... Как там... В частности, гипотечные долги скупают. И тем самым деньги поступают на рынок. Как они переходят с одной статьи на другую? Вот объясните мне. Если эти деньги конкретно идут на скупку долгов. Есть некого рода долги. Долги, естественно, перед лицами какими-то. В том числе и физическими, и юридическими лицами. Государство скупает эти долги. И юридические, и физические лица получают эти деньги и несут их на конкретное родное. Понятно. И прочее. Что подобного рода поведение Центробанков, оно и выглядит естественным. Оно, согласись, выглядит значительно менее патологично, чем наша практика, которую я тебе адресовал. Ну да. Японцы решили за полтора года, по-моему, два с половиной раза увеличить свою денежную базу. Тоже безобразие. Но она выглядит не настолько патологично, как наша ситуация. Я все-таки хочу сказать, что мы обязаны платить 200 миллиардов в год или два. Иначе мы просто будем бомбить. Вот и все. Кому вы обязаны? Чтобы в предыдущий базу нам выпасть. Надо это принимать. Теперь будем рассказывать, что Бородины, остальные мошенники, Пригожин, это на самом деле плата. Им... Это... Пригожин... Пугачев. Пугачев это... Игорь, у тебя уже оно очевидно. Для меня это давно очевидно. Что? Всех русских, которые уехали на запад с капиталом, их все в ближайшие 10 лет играют. Все у них доберут. И вот это уже и с Березовским случилось, и с остальными. Ну, быть может. А многие убьют их. Хочу заметить, что откуда возникла такая ситуация. Просто у нас, как всегда, она возникла в зверской форме. Ну, и на западе. Это очень странная ситуация, когда у нас в совокупности товар производства и люди, появилась другая система деньги. И какая-то определенная группа народа стала эти деньги нам печатать. Пока она отвечала за свои долга, за свои обязательства, она работала как риск-группа на самом деле. То есть, по большому счету, она работала как страховая компания. Кредит выдали не тому человеку, пожалуйста, заплатите свои деньги. После того, как после 2008 года стало очевидно, что она не является средством борьбы с рисками, а сама начинает генерировать риски. То есть, по большому счету, они перекладывали обязательства финансовой системы на бюджет государства. Да? То, вообще, сложилась вот эта ситуация чрезвычайно патологичная. Мне понравился то ли Новосельск, то ли Гейм, на последний Давос съездили на форум. И увидели какого-то русского банкира. И он вот к ним так удивился. Ну, кто из наших последних новостей по физике? Я не помню, кто. Он им так удивился. А ты рады, что это делаешь? Это же насколько у человека должно быть ненормально в голове считать, что вот эти записи в деньгах, вот, на электронные, так называемые деньги, которые он имеет право делать. Это является суть и смыслом всей жизни мира. А нобелевский лауреат, приехавший по физике, как будто это таджик-дворник, приехавший на Давос, это как бы никто. То у нас вся жизнь обусловлена наша, весь рост реально состоит не в том, что кучка негодяев получила право обучать деньги, а в том, что на росте только за счет научно-технического прогресса, за счет новых станков, чего-либо еще. Вот за счет этого сделано. Как так получилось, что деньги превратились в некую самостоятельную сущность? Как получилось, что сформировало целое поколение людей, так называемых эффективных менеджеров, которые иррационально верят в деньги? Просто вот иррационально верят в деньги, у них нет ничего рационального. Как получилось, что банковская система для того, чтобы являться всего лишь способом минимизации риска превратилась в генерацию рисков? Как получилось, что в России это приняло утрированную форму и завтра, послезавтра вполне возможно, что финансовая система страны полностью не выдержит? И мы окажемся в очень тяжелой ситуации. Вопрос к тебе. А зачем тогда банки дают по кредитам большие проценты и почему иногда они отказывают? Причем отказывают в случаях, допустим, у меня был случай. То есть я кредитоспособен, там сверху донизу можно проверять, как бы это понятно. Мне не выдал Сбербанк 50 тысяч рублей. Потому что норматив у него такой. Да дело не в этом просто. А я тебе это... Подожди, подожди. Ну подожди, дай я скажу свою мысль. Ну сколько уже можно так вот торопиться? Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что банку было бы выгодно мне дать кредит, чтобы, соответственно, зарезервировать, как и сделать все, что ты там говоришь. Все это было бы сделать выгодно. И тем не менее она не сделала этого почему-то и не выдала мне кредит. И более того, зачем тогда проценты завышать? Ну сделали бы поставки рефинансирования, все бы давали, все подряд. Раз можно как бы из этих кредитов делать десятикратные деньги. Ситуация рыночная такова, что 20% является нормальным. Плюс как раз я никогда не говорил ничего плохого про Сбербанк. Обратите внимание, в отличие от ВТП. Мне дал и дочери какой-то банк тоже. Ну, быть может быть. Нет, потому что действительно есть определенные нормативы, от которых ты не подходил. Но я знаю чувака, по нему видно, у него взлившие зубы видны, что он ханули. Всего-то он работал головщиком в какой-то алкоголике ханули. По большому счету по нему видно. Даже по всему. У него нормальные ботины. Но он работал головщиком в Петровиче. И куча банков, но выдавал ему кучу кредитов. Не на 50 тысяч. Это конкретная мошенническая схема какая-то. Берут человека, бомжа. И менеджер из банка лично ему выдают. Он честно приходил в эти банки и честно брал кредит. Ну хорошо. Может быть и такое бывает. На Фоксе проиграл. Но тем не менее, он подходил, у него была прописка постоянно. То есть туда нельзя какого вывода делать, что это повсеместная практика. Если посмотреть на самом деле, банки неохотно выдают кредит. Не так все просто. Заслали, наверное, всех от меня в частности рекламу. Меня постоянно дал. Постоянно предлагают. Еще раз говорю. Если бы логика была твоя, им было бы выгодно кредит давать всем подряд в долю поперед. Они же рекламу рассылают. И более того, и проценты особо не требуют. Ну так многие поступают. Уже ATP банк или HOM кредит. Вот они примерно так и поступают. Нет, как неправдоподобно получается. Если бы они фактически говорят, что из кредитов делают деньги, им было бы выгодно во что бы то ни стало всем выдавать кредиты. Так они и делают. Большинство банков так и поступают. Но и Сбербанк. Как повторяю еще раз. Нет, и большинство банков не так легко кредиты выдают. Это достаточно сложная процедура. Хорошо. А, например, если взять такие банки, которые конкретно на кредитах заточены, типа HOM кредит, у них кредиты там на 40% и выше. Потребительские кредиты, я даже не смотрел, там и какие-то кредиты чуть ли не за сотню процентов в годовых запрыгивают. Да, там был не больше. Моментальный кредит. Был такой банк «Русский стандарт», там вообще были. Понимаешь, если следует твоей логике, зачем такие заушенные проценты? Просто годовали бы все подряд. Для того, чтобы человек хотя бы один-два раза заплатил. Нет, для того я объясняю. Твоя логика получается, как человек получает кредиты. Банк десятикратно увеличивает свою капитализацию. Ну, вам все подряд бы выдавали. Практически так и происходит. На мой взгляд, так и происходит. Я вижу из того, что феноменологически не подтверждается тем, как банки себя ведут. Ну, не знаю, у вас может быть разный феноменологический опыт. Я вижу, что ситуация такова. Конечно же, на самом деле. Притом, определенная штука есть и должен соблюсти эту ситуацию. Еще раз говорю. Мошенники у нас были и будут. Правильно? Вы должны это понимать. Речь идет о том, что все равно какие-то обязательства поположены банкам. Ты же не можешь товар, когда ты привозишь его в контрабанду для договора с таможенником, вывести вообще без обменной бумажки. Ты же обязан что-то выполнить, какие-то обязательства. И здесь точно так же. У нас же массовый характер носят так, когда люди официально не работают. Справку-то они от банка должны принести, что они работают. 20 тысяч стоит банка справка. Достаточно дорого. 20 тысяч. Ты ее получаешь, это нормальная справка. Притом, каждый банк, по большому счету, он обвешен так называемыми кредитными брокерами независимыми. То есть, сидит менеджер, который получает бонус за то, что он выдает кредиты. Но по своим внутренним нормативам, когда человек к нему обращается просто так, выйдет кредит он ему не может. Потому что ни той справки, ни этой справки он не работает, еще чего-то формально. Тогда как поступает у нас кредит в банке менеджера? У меня есть просто один знакомый, который занимается таким вольным брокером. Он был операционистом, а потом он стал. Как он поступает? Он отправляет его к кредитному независимому брокеру. И брокер ему организует фиктивное место работы, где он там давно отчислился. Такую фиктивную справку, счета. Берет полный комплект наговор. В результате все довольны. Человек получил кредит. Этот кредитный инспектор банка получил откат. Кредитный брокер получил свое бабло. Все довольны. Все это не так. Но есть черные списки людей, которым кредит не выдадут ни за какие кукиши. Зачем черный список составлять? Практика, как работает банк, показывает, что все, что ты рассказываешь, это частные случаи. Это частные мошенничества на разных уровнях. Это не частные мошенничества. Это система. Я говорю, что проблема состоит, что ты считаешь, что это система, а я считаю, что это частные случаи. Я твердую ситуацию знаю. Я говорю, что эта ситуация система совершит. У тебя голословные заявления. Это голословные лица. Это голословный черноха. Очень многие, да. Большинство возвращает. Да, достаточно много. Но уровень неплатежей тоже очень высокий. Я не затрудняюсь, какое он сказал. Очень неохотно банки кредиты дают. Да, двойство неохотно. Валя, лучше расскажите, как это дань выплачивают, и кто, кому, и кто агенту. Эту тему. Расшифруйте эту. Ну что, с 1991 года из страны вывозится порядка 100 миллиардов долларов в год. Открытие какое-то, что ли? Сколько уже прошло? Все эта ситуация продолжается, никогда не закончится. Продолжение следует. Этот 알아� то есть с ними в тон. Color лампы с вне зависимости от материального. Продолжение следует...